Валерия, эстрадная певица, народная и заслуженная артистка России, обладательница 13 премий «Золотой граммофон», 4 премий «Муз-ТВ», 13 премий «Песня года». С сольными концертами выступала на таких площадках, как государственный Кремлевский дворец и спортивный комплекс Олимпийский, является членом Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации, обладает собственной линией духов и ювелирных украшений. Алла Перфилова родилась 17 апреля 1968 года в городе Откарск в Саратовской области. Девочка с детства была окружена творчеством. Параллельно со средней общеобразовательной школой она окончила октарскую музыкальную школу, в которой работали ее родители. Отец Юрий Иванович, заслуженный работник культуры, занимал должность директора, а мать Галина Николаевна, также заслуженный работник культуры, являлась преподавателем. В школьные годы Алла пела в ансабле Откарского дома культуры, которым руководил ее дядя Владимир Зотов. Выступала в Саратове на областном конкурсе ВИА и пела в хоре. Получив аттестат о среднем образовании, в 1985 году приехала в Москву и поступила в класс эстрадного вокала Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесина. Эстрадному мастерству девушку обучали Иосиф Кобзон и Гелена Великанова. В 1992 году девушка взяла псевдоним Валерия и записала свой первый англоязычный альбом «За тайга симфонии» на музыку Виталия Бондарчука и тексты Ричарда Найлса. Параллельно записью альбома по заказу фирмы «Олимпия диск» был записан альбом русских романсов «Побудь со мной». В начале своей творческой деятельности Валерия принимала участие в ряде конкурсов начинающих исполнителей. В 1992 году она стала победительницей телевизионного конкурса «Утренняя звезда» международного конкурса «Братиславская лира» и получила приз зрительских симпатий на конкурсе «Юрмала-92». По итогам 1993 года решением печатного органа Союза журналистов России Валерии присуждено звание «Человек-года». В 1993 году совместно с Александром Шульгиным, вторым мужем, продюсером и автором песен, а также музыкантом группы «СВ» начала работу над новым альбомом «Анна». Многие песни из вышедшего в 1995 году альбома длительное время занимали лидирующие позиции в хит-парадах и плейлистах ведущих радиостанций. В 1997 году Валерия закончила работу над альбомом «Фамилия. Часть первая». Позднее вышли такие альбомы, как «Самое лучшее», «Глаза цвета неба», «Макси синглы» и «Метелица» и «Рига Москва», а также вышел в свет первый интернет-альбом. В начале 2002 года Валерия покинула шоу-бизнес по причине разногласий со своим продюсером и вернулась в квартиру родителей в Актарск. В апреле 2003 года решением суда контракт между певицей Валерией и Александром Шульгиным полностью расторгнут. В тот же период Валерия подписала контракт с продюсером Иосифом Пригожиным и его компанией «Нокс Мьюзик». И 5 июня того же года на церемонии вручения национальной премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2003 в спорткомплексе Олимпийском певица вернулась на сцену. В это же время вышел ее новый альбом «Страна любви», имевший рекордный рейтинг продаж по сравнению с предыдущими альбомами. В 2004 году Валерия стала обладательницей премий двух музыкальных каналов России – Муз-ТВ и MTV Russian Music Awards в номинации «Лучшая исполнительница». Позже певица получила 4 премии «Золотой граммофон» и премию MTV за лучшую песню. В апреле 2006 года вышел альбом «Нежность моя». В сентябре того же года Валерия отправилась в турне в поддержку альбома, в рамках которого дала концерты в России и за ее пределами. В это время вышла ее автобиографическая книга «И жизнь, и слезы, и любовь». В следующем году певица неожиданно объявила о прекращении гастрольной деятельности в России и переходе на западный рынок. В марте 2008 года Валерия выпустила новый альбом «Out of Control». В тот же период Валерия назначена послом доброй воли Международной организации по вопросам миграции – Организации Объединенных Наций. Данное событие прошло в штаб-квартире организации в Женеве 12 августа 2008 года. Параллельно Валерия выступала членом жюри телевизионного конкурса молодых исполнителей «Секрет успеха» на канале России. Звезду регулярно приглашают в жюри Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в Юрмале. Также певица являлась лицом рекламных компаний ряда международных торговых марок. Является обладательницей собственной линии духов и ювелирных украшений Делери. В середине апреля 2018 года Валерия отпраздновала 50-летний юбилей. Спустя три месяца на фестивале «Жара» прошел концерт, посвященный круглой дате певицы. На 17-й музыкальной премии Муз-ТВ, прошедшей 7 июня 2019 года, Валерия одержала победу в номинации «Лучший дуэт» на песню «Часики» совместно с Егором Кридом. А в октябре 2020 года состоялся релиз сингла «Пьяная». Песню певица разместила на официальном сайте. Личная жизнь певицы была неразрывно связана с ее творческой деятельностью с самого начала. С первым мужем Леонидом Ярошевским, пианистом и руководителем ансамбля «Импульс» Перфилова познакомилась в юности в Саратове. Избранник уговорил ее поступить в музыкальный университет, ведь до этого момента будущая звезда эстрады первоначально планировала стать педагогом. Когда Али исполнилось 18 лет, они сочетались браком. Но «Союз» дал трещину после знакомства девушки с Александром Шульгиным. В 1993 году продюсер сделал Валерии предложение. К тому времени у пары родилась дочь Анна. Еще через год появился на свет сын Артемий, а в 1998 году третий ребенок Арсений. Шульгин приложил массу усилий, чтобы сделать из Валерии звезду. Она записывалась на лучших музыкальных студиях, участвовала во всевозможных конкурсах талантов и снималась в клипах. Однако у жизни с Александром Валерьевичем оказалась и темная сторона. Супруг Валерии обладал вспыльчивым характером. Ему не чуждо было рукоприкладство и он строго контролировал доходы жены. Однако певица продолжала верить, что избранник изменится и старалась всеми силами сохранить семью. Знаменитость даже предложила Шульгино обвенчаться в церкви. Однако таинство превратилось в очередной скандал, который стал для нее последней капли. Скопив немного денег, она забрала троих детей и вернулась в квартиру родителей, параллельно начав бракоразводный процесс. В середине февраля 2002 года Валерия вновь стала свободной. Жизнь Шульгиным певица описала в автобиографии «И жизнь, и слезы, и любовь». В 2010 году по этой книге был снят телесериал под названием «Была любовь». Роль Валерии в многосерийном фильме исполнила Анастасия Савосина. С третьим мужем Иосифом Пригожиным звезда познакомилась в 1991 году, выступая на конкурсе «Утренняя звезда». Тогда знаменитый продюсер не мог и подумать, что свяжет судьбу с этой девушкой. Однако, встретившись с Валерией через 12 лет, влюбился в нее с первого взгляда. В первое время певица довольно прохладно относилась к новому продюсеру, поскольку зарекалась вновь никогда не заводить служебные романы. Но искренность Иосифа Игоревича растопила сердце звезды эстрады и уже в 2004 году влюбленные сыграли свадьбу. Сегодня Валерия и Пригожин живут душа в душу. У третьего супруга сложились прекрасные отношения с детьми любимой жены. Он считает ребят родными. У самого продюсера от двух предыдущих отношений тоже есть трое детей. В браке с Еленой Пригожиной появились Дмитрий и Даная, а в гражданском союзе с Лейлой Потаховой родилась дочь Елизавета. За личной жизнью и карьерной биографией артистки наблюдают миллионы поклонников в соцсети Instagram. Валерия регулярно делится с подписчиками рабочими фото, снимками из путешествий и мероприятий. Кроме того, у певицы есть верифицированный профиль ВКонтакте.